В Екатеринбурге дорогие московские гости из Российского Министерства Культуры совместно с представителями Елесоветинско-Сергиевского просветительского общества и туроператорами Свердловской и Тюменской областей протестировали, то есть осмотрели своими глазами и потрогали своими руками Екатеринбургский царский маршрут. Тот спросит, а что это такое? Хотя из названия можно догадаться, что речь идет о маршруте, связывающем места, хранящие память о последнем русском царе, императоре и более того, святом царственном страстотерпце Николае II Романове, его семье и его верных слугах и друзьях, погибших с ним летом 1918 года. В июле текущего года, сразу после завершения футбольного мундиаля, на нашу родину навалится еще одно колоссальнейшее событие – столетие гибели последнего русского императора. Понятно, что оно вызовет интерес туристов, и не только российских, но и заморских. В этой связи был разработан могучий межрегиональный проект «Императорский маршрут» по местам, связанным с Николаем II и его семьей. Он объединит, естественно, столицы – Москву-Питер, а также Московскую, Свердловскую, Тюменскую области и Пермский край. Несмотря на то, что восхождение святых царственных страстотерпцев на русскую Голгофу завершилось лютым массовым смертоубийством с изощреннейшим заметанием следов злодейства, по замыслу организаторов императорский маршрут, цитирую, «должен вдохновлять, а не ввергать в уныние». Конец цитаты. Да и то верно. Завершилась же царская история не убийством, а прославлением царственных страстотерпцев как святых. Откуда взяться унынию? Все же знают, что все мы, кто не доживут до второго пришествия Христа, физически умрем. В этом нет сенсации, в этом нет трагедии. Но не каждого из нас отнесут к лику святых. Православные люди, ну те, которые не просто крещеные, а верные, это понимают. Остальным придется объяснять, что физическая кончина – это не повод для уныния. Впереди вечность. Люди, которые ходят в храмы, они традиционно с глубоким уважением, благоговением относятся к царской семье. И поэтому для них здесь у нас общее место, нам не надо ничего объяснять. А вот категория светских людей, у них вызывает много вопросов. И личность государя, и события. Мы стараемся в рамках этих мероприятий разъяснять, показывать, рассказывать. Определенный опыт есть. Мы рады будем, если этот опыт вами каким-то образом будет востребован. Поскольку итоговая часть императорского маршрута, связанная, собственно, с убийством царя и его семьи, приходится на нашу Свердловскую область, конкретно на Стольный град Екатерины, по стольку летом у нас в горах ожидается большой наплыв паломников и просто светских туристов со всего мира. Ибо царский маршрут наши туроператоры намерены рекламировать на всевозможных заморских турвыставках. И в этой связи Екатеринбургская епархия совместно с Центром развития туризма Свердловской области разработали проект «Екатеринбургским царским маршрутом», который, естественно, станет, да, собственно говоря, уже стал неотъемлемой частью императорского маршрута, соединяющего шесть субъектов России. Дабы посмотреть и оценить объекты, входящие в Екатеринбургский царский маршрут, к нам в горы из Москвы прибыли представители, ну, правда, в основном представительницы комитета по реализации программ импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма Министерства культуры России и вместе с представителями туристической отрасли проехали по царскому маршруту. Давайте послушаем фрагмент экскурсии в конце маршрута на Ганиной яме в монастыре святых царственных страстотерпцев. Мы подошли к самому святому месту Министерства, это шахта номер 7. Вот там сквозь, видите, сосны, видел купол храма. Вот именно до этого места, до храма, это храм его многострадального, дошел грузовик. Затем он провалился, как я уже говорила, задним левым колесом. Это мы все знаем из материалов следствия Соколова. И тела на автомобильном брезенте переносят вот сюда. Что здесь произошло? Вблизи сей шахты в июле 18-го года огнем и серной кислотой, были вничтожены честные тела святых царственных мучеников и верных слов. Мы сегодня посетили такой объект, который именуется Монастырь Святых Царственных Страстотерцев на Гайной Яме. Мне было бы очень интересно, к сожалению, я не имел возможности вас встречать там, в монастыре, поскольку проходило параллельное соседание правительства, в совещании в правительстве. Но сейчас я буду благорад, есть какие-то краткие отзывы, замечания, наставления света от вас услышать. В рамках тестового инфотура московские гости и туроператоры посетили в Екатеринбурге основные царские объекты. Храм на Крови, Духовно-Просветительский Центр Царский, Монастырь на Гайной Яме, Новотихвинский Женский Монастырь, Новый Мультимедийный Парк «Россия. Моя История». Кроме них в Екатеринбургский Царский Маршрут вошли Часовня во имя преподобно-мученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны, что рядом с Храмом на Крови, Церковь в памяти святого страстотерпца Цесаревича Алексея в селе Кашино, Храм святых царственных страстотерпцев в поселке Кузино и ряд других храмов и монастырей в Екатеринбурге, Алопаевске и православной столице Урала Верхотурье. Туристическая отрасль Свердловской области и города Екатеринбурга стоит на пороге очень важных событий, которые будут буквально в этом году, этим летом. Это и чемпионат мира по футболу, и российско-китайские экспо, и на пром, и царские дни. И, конечно, туриндустрии нужно вовремя подготовиться к этому мероприятию. И, соответственно, один из самых важных, наверное, сегодня маршрутов, продуктов туристической отрасли, который предлагается туристам, это императорский маршрут, который проходит по территории нескольких регионов. В Урало-Сибирском регионе он проходит по территории трех субъектов Тюменская область, Свердловская и Пермский край. И вот комитет по импортозамещению проехал по территории двух регионов, посмотрел маршрут, послушал внимательно экскурсоводов, оценил наши возможности по приему туристов, которые поедут по этой теме. И сегодня мы получим обратную связь, над каким моментом нам еще надо поработать, с тем, чтобы быть готовыми к приему большого количества туристов в царские дни. Соответственно, готовое предложение будет продвигаться уже на федеральном уровне. И мы надеемся, что при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Комитета по импортозамещению, Ассоциации туроператоров России, мы сделаем достойный продукт, который будет пользоваться популярностью.